Всем привет, друзья! С вами Антик, и мы продолжаем проходить замечательную игру The Banner Saga. Мы сейчас находимся вместе с караваном Варлов, у нас 17-й день путешествия, и буквально недавно мы спасли какую-то деревушку от гибели. На эту деревушку напали драги, и расхищали все там вокруг. Мы их немного побили. Что ж, давайте посмотрим, что произойдет дальше. Поскольку прошло всего полдня с момента выхода из деревни, вы обедаете на ходу. Подходит Варл. У нас недавно был разговор, говорит Грис. Вы вспоминаете, это он говорил, что не желает подчиняться вам. А, это он говорил, что не желает подчиняться вам. Ты поступил правильно. Позволь мне вступить в твою охрану и сражаться за тебя. Гордость отражается в его позе и искренность в его глазах. Ты хочешь защищать меня? Вы говорите, что не уверены в его способностях. Да, это разумно. Я покажу, чего я стою, говорит он, неуклюже выходя. Интересно. Вы достаточно близко... Вы достаточно близко. Слышно, как драги копошатся внутри построек. Выманим их из домов, предлагает Могр. Драги просто обожают засады. У нас будет преимущество в чистом поле. А, слушайте, мы еще в деревню-то не входили. Мы просто разделили. Разделили войско драгов на две части и вот одну до половины уже побили. А вторую еще нет. Ну, мне нужна слава. Блин, мне нужна слава, хотя у меня там вроде бы лучница ранена. Вы отправляйте своих щит-рубов вперед, чтобы привлечь внимание врага. Вскоре драги собираются в толпу, очевидно, готовясь к бою. Ну, что ж, снова у нас драги стоят шеренгами. У меня бойцов все меньше и меньше. Варлов тоже. Ох, ох, ох. Ох, вот так у боевого построения. У тебя боевое построение. Обычно боевым построением нападаем. Вы начинаете сравнивать слабые и сильные стороны, учитывая рельеф местности. Так, отдать приказ мне страхи. Давайте отдать приказ. Так, слушайте, у нас лучница тоже полечилась. В предыдущем визоде я ее потерял в бою, к сожалению, но, видимо, она успела отличиться. Отличиться от слова лечиться. Так, ладно. А кто у нас, кстати говоря, повышение-то получил? У нас кто-то повышение получил. Вот Лудин. Да, Лудин получил повышение. Такие до него дошло. Все это дело. Так, двадцать дина у нас слава. Отвердить. Блин, слушайте, как бы мне бой привести так, чтобы еще никто не пострадал и остатки войск врага подобивать. Так, ну что Лудину не хватает? В принципе, ему не хватает, конечно, силы защиты, как я уже говорил. Напряжение мы увеличим тогда и силу, пожалуй, увеличим. Будет нормально. Ну, в основном я так же оставлю все. Да, у нас никто больше вроде бы не требует повышения. Берси у нас запасной воин, если кого-то ранят. То мы Берси вот так упустим. Слушайте, их и не так уж и много, но как не так много вот этот, меня беспокоит, конечно. Этот тоже. Ну, в принципе, можно вот этого сначала слить, да, а потом вот этими заняться, но... Ну да, так и, наверное, и стоит сделать. Ну, с другой стороны, вот этот начнет опять подкрепление свои вызывать гребаные. Да, сложный выбор, конечно. Ну, ладно. Стоит, наверное, вот здесь расставиться, да? По идее, это... Так, второй тыс, ходишь, да? Ты до него дождешь, дойдешь. Должен дойти, по крайней мере. И, наверное, сюда лучше поставиться или нет, и сюда. Блин, логину с этим вообще никуда пойти. Давайте их тут расставим. Так, ну, вроде вот так вот будет более-менее. Давайте попробуем. Баттл. 16 брони у тебя, да? Так, вот этот ходит сначала, потом... Вот этот большой со щитом. А, так они, в принципе, нормально ходят. Я успею этого зачистить. Ну, плюс один к навыкам сейчас не имеет смысла. Короче, надо этого засылать в кучу врагов и вот это копье боли фигачить. А пока что просто броню немного уберем. Просто броню немного уберем. Так, ты-то ведь у нас не дойдешь нифига, да? Зато Лудин может потом ударить, в принципе, да? Ну, сколько он ударит? На 9... У него 9 силы. Он немного пробьет-то ведь, да? Ну, хоть сколько-то пробьет. Хоть сколько-то пробьет. Ну, в любом случае сейчас 4, если ему снять. Лучше защиты снять. Лудин всего на 3 пробьет, да? Сейчас 4 снять. У него будет минус 4 хп, если Лудину ударит потом. А, в принципе, инициатива еще будет, наверное. То есть сила воли. Ну, ладно, давайте. Это ведь у нас раскалывающий дар усиливает. Со всей дури отмажем. Что-то не особо он снял. А, что-то я опять просчитался, ну ладно. Френ с ним. Так, тут вот сюда надо доходить. Так, слушай, тут так. Отковать только на одну клетку можно. Так, ладно, подводим. Так, а что-то... А, блин, это же не Лудин, гребаный. Я перепутал их. Твою же... Отлично, просто отлично. Вот опять моя невнимательность сыграла злую шутку. Ну ладно. И встала, и, конечно, жила за все мне туда. Ну, хорошо, что он этого со счетом атакует. Мне это просто повезло. Просто мне в этом повезло. Так, ну нет никакого смысла торопиться куда-то. Тратить лишние очки. Они нам еще пригодятся. Так, ну зачем нам столько много снимать брони, в принципе? Кто у нас сейчас ходит? Вот этот ходит. У него 10 сил, да? Ну, в принципе, броню-то надо бы снять. Это 14 силы. Чтоб на 9, чтобы его убить, надо ему... Короче говоря, сколько надо брони там? Где-то 7, да? Надо, чтобы было. А 4 брони надо снять где-то. Хотя, в принципе, ниже оба будут бить, так что можно было и поменьше снимать. Ну, по-моему, аккуратно, да, получилось все правильно, я рассчитал. Так, окей. Сейчас вот этот большой со счетом ходит. Потом у нас сходит с топором старичок. Потом лудин. Так, давай тогда подходим отсюда. Идем с этого ракурса. От этого 15 сил, конечно, надо тоже бить. Так, ураган тут не пойдет. Можно, в принципе, я тут оставить, как небольшое заграждение. Так, 14, у этого сила 11, у этого сила 15, да? Так, да тут никак не поместишься, к сожалению. И вот этого, конечно, с топором там. Этому некуда будет вставать, если его сюда притащить, так что не буду я. Оставлю его позади. Пусть стоит. Да, лудина тоже нельзя. Сейчас двигать куда-то. Минус 8-то я отхватил. Прекрасно, прекрасно. Так, лучницу надо спасать. Опять она у нас под ударом оказалась. Вот это сейчас ходит, да? Тем более, что... Вот он от его будет бить, видимо. Так, лучница, кстати говоря, может быть, отойдет тогда вот. Сюда вот мы пальнем, наверное, эту штуку. Нет, лучше сюда. Как вот он встанет? Да, он встанет сюда, будет вынужден встать сюда, поэтому туда и пальнем. Вроде бы я сюда он не должен достать. Три и гори. Блин, убил. Я просчитался опять. А, ну ладно, нормально. Я думал, что он сейчас фигакнет. Он все-таки не стал бить. Так, ну и, конечно же, я заградил дорогу своему варлу. Отлично. Отлично, ребята, отлично. Отдыхай теперь, что теперь делать? Этого я потерял, все, отлично. Блин, когда же нормальная игра пойдет? Еще туплю. Так, расколол еще удар. Так, ты с топором. Тринадцать. Так, девять сил. В принципе, это нормально, что ты должен шмальнуть по нему сейчас. Он сейчас, наверное, побежит призывать своих бедолаг, да? Так, ну лудин, разумеется, пойдет фигачить по диагонали. Это вообще имеет смысл? Тридцать процентов у меня шанс попадания. Блин, семь у него. Ну ладно, у него силы мало, в принципе. И с какой стороны опять появится этот гребаный драк, потому что опять я лучницу, наверное, могу потерять. Если появится тракт, не очень, не очень с удачной стороны. Падам-падам. Что делать, что делать? Так, вот сюда можно, в принципе, вот эту кастануть, но... Семь, да? Так, две вперед, одну влево, одну вправо. Чтобы застрелить прям. Только как не встань, все равно он добегает потом. Тут никак не убьешь. Все, призвал. Откуда появился? А, отлично, он в дальнем углу. Ну ладно, хоть так. Так, вот его шесть силы, да? Ну, в принципе, не очень опасен. Так, у тебя кончилась воля. Надо броню убить тогда. Ни хрена себе брони, сразу четыре штуки отнялась. Та-та-дам. Та-та-тудар. Хм, лугин просто жжет, он так и метит в повышении еще одно. Так, ученица. Так, вот сюда я его достаю. Блин, надо опять снимать гребаную броню. Блин, сейчас сходят в силу у него. Ох ты, слушайте, он же убьет моего этого. Блин, я не досмотрел опять. Опять я не досмотрел. Ну ладно, хрен с ним. Что теперь сделаешь? Опять у меня не получается дополнительную славу заработать. Потому что все у меня побиты. Ну, в принципе, как все побиты. То, что будешь прям всем. Это, например, от инфаркта. На лугин, в принципе, может и не ходить. Не буду я, короче. Опять же, он дополнительно стал зарабатывать, потому что я двух потерял. Одного по глупости. Так уж получилось, там было неизбежно. Два ранения. Два ранения. Всем слава всего. Ну ладно, в принципе. Как-нибудь переживу. Вся земля вокруг завалена трупами. Словно сам снег стал черно-красным. Вы идете между группами выживших, подсчитывая своих воинов. Одна группа выживших бросается вам в глаза. Они улыбаются. Когда вы подходите, они подзывают вас. Ни одного варла здесь не погибло, говорит один. Благодаря этому гнусному чудовищу. И вы видите Гриса, опирающегося на щит. Он озранен и избит. На лице его улыбка. Ну что, теперь дашь мне шанс, Хакон. Грис. Что за Грис, интересно? В принципе, давайте возьмем его, да? Раз уж так. Он широко ухмыляется. Это честь для меня, говорит он. И отправляется искать Могра. Вы входите в небольшую деревню. Там, где раньше звучала какофония битвы. Сейчас царит жутковатая тишина. Тела драгов и селян лежат в форме жуткой тропы, ведущей к домам, которые выглядят так, словно по ним прошелся ураган. Вот мы пришли в деревушку, которую драги пытались разрушить. Урса внезапно останавливается. Слышишь это? Она почти шепчет. Звук похож на плач. Вскоре вы обнаруживаете люк, частично скрытый ковром. Открыть люк. Крик женщины замирает у нее в горле, когда вместо драгов она видит варлов. Мужчины и женщины сидят, прижавшись друг к другу. Ребенок плачет на плече матери. Они с благоговением взирают на толпу воинов. Что мы теперь будем делать? Спрашивают они. Оставайтесь здесь, если хотите, пофиг на людей. Жители парализованы страхами утраты своих домов. Деревне мало что осталось, но вы не гоните их. Вы останавливаетесь, чтобы немного передохнуть. Так, ладно. Наверное, стоило, конечно, их отправить. Может, они благодарность что-нибудь дали бы. Ну ладно. Об этом я не подумал. Так, герои. Что с героями там? Я-то никто вроде бы не повышен. Так, на три дня ранен. Тут на два дня ранен. Грис. Что за грис там? А, со щитом еще один чувак, да? В принципе, имеет смысл его прокачать, если что. Так, что у нас в этом? В магазинчике. Привианта мне, в принципе, хватает, да? На 73 дня у меня дофига провианта. Конечно, он куда-нибудь не исчезнет вдруг. Так, сколько у меня славы? Могу какой-нибудь артефакт приобрести. Плюс один к броне при отдыхе. Отсущая до смерти, если сила не равна единице. Ммм, кольцо волка. Интересно. Кольцо с гравировкой Катрины из Вэшпрем. Катрина была талантливым лекарем, умевшим врачевать почти любые раны. Это интересно. Так, плюс два пробивания брони. Ну, на этом мне не хватит. Плюс 20% уклона, а то так силы, плюс два силы. Это прикольный артефакт. Не бы его на халяву получить, но... Плюс трик силе воли. Тут мне интересен так-то артефакт. Очень интересен. Да, я возьму, пожалуй, его. Так, только кому его дать не интересно. Пробивание брони, в принципе, лучница можно, да? По идее, это... Ну, что она прям, прямо создана лучница, это для пробивания брони. Дадим пока лучница. Ее куда-нибудь поставим поближе. В принципе, можно вообще ее поставить. Перед ходом какого-нибудь хакона. Не нафиг, у меня третий варл там не помещается. Когда пытаюсь им сходить. Так. Маркет есть нормальное настроение. Надо бы отдохнуть так-то. Давайте-ка отдохнем. Провизия, благо, позволяет, вроде как. Что-то настроение не улучшается. О, нормально. Все, с запасом отдохнули. Можно пойти. К тому же у меня там воины пока лечились, так что... Отдых в любом случае впрок. Какой пейзаж. Какой пейзаж красивый. От руки нарисованный. На вас доносится крик. Стандартное приветствие варлов. Караван варлов движется в вашу сторону. Навитых несколько сотен. Вы встречаете их на полпути. Да что ж этих варлов там. Вот должно быть свето Вагнира. Бывшие. Вагнир, Вагнир. Вагнир мертв. Ты серьезно? Ситуация тут все мрачнее. Но этого я не ожидал. Вы идете под флагом Шлида. Что происходит? Разве там не Ульфар командует? Я фасольд. Ульфар все еще в Шлиге. Если он там еще нужен. Он послал меня навстречу Вагниру. То есть вам. В Шлиге пока тихо. Что ты имеешь ввиду? Никаких драгов. Они не появлялись в Шлиге. Они всей ордой прут через Риджхорн. Мы только сейчас это выяснили. Одна группа пошла туда. Мы пошли сюда. Риджхорн. Форд в бухте. Он ведь стоял в заброшенном сотне лет. Да, может быть поэтому они и идут оттуда. Судя по всему это новое вторжение. Лудин перебивает. Подожди-ка минутку. Что вы наделали? Осторожнее. Сам будь осторожнее. Вы хоть понимаете, что вы начали? Ты думаешь, что люди не помнят истории? Длинное знамя в сит в Варбержанге. Вторая Великая Война чуть не уничтожила нас всех. Что вы на этот раз натворили? Кто это, черт возьми? Никто. Ах, беда. Можно ему нагрубить, конечно. Возьмите его, отправляйтесь в Гровхайм. Мы встретимся с вами позже. Ты с ума сошел? Он только что сказал, что армия драга вплет из этой крепости. Тогда иди в Гровхайм, принц. Если на моих руках будет твоя кровь, это будет хуже бездействия. Это на секундочку заставляет замолчать Лудина. Похоже, в его голове идет ожесточенная борьба. Он отчаянно хочет отказаться от безопасности, но ему не нравится мысль бежать, как последний трус. Он думал, что вы пойдете с ним. Он смотрит на своих людей. Мы уже так далеко зашли. Если это дело рук варлов, я узнаю об этом. И мой отец тоже узнает. Кроме того, тебе нужна моя помощь и мои бойцы. Если уйду я, то Урса и Берси уйдут со мной. Блин, слушайте, я не хочу от Урса отказываться. Неожиданное заявление Лудина огорошивает вас, как удар под дых. Могур давится от смеха. Ага, принц неробкого десятка. Блин, слушайте. Да ладно. Поступай, как хочешь, Лудин. Я хочу все-таки оставить Урсу. Она мне как-то уже... Как-то к ней привык. Я еще, кроме того, ей артефакт купил за 10 славы. Сейчас, если ее лишусь, то это будет, конечно... Потеря потерь. Давай, выставляй меня злодеем, Хакон. Мне-то что? Я устал от того, что в этом альянсе ты единственный, кто поступает так, как хочет. Это земли варлов. Против нас выступила армия драгов. Много у тебя опыта в этих делах? Это правда. Люди никогда не провоцировали их на войну. Вы собираетесь начать третью? Ваш народ, что развлекается, провоцируя драгов на... Ваш народ, что развлекается, провоцируя драгов на резню? Блин, не могу я, короче, его отправить в Гуровхайм. Не хочу. Только ради Урса. Вы уходите, изрыгая проклятие и угрозы. Принц решил от вас больше не зависеть. Раслудин остается, то остаются и воины Фасольта. Они присоединяются к каравану. Плюс 30... 330 у нас... Варлов прибавилось. Че, и провизия прибавилась. Могур подбегает к вам, на этот раз в большой спешке. Я обнаружил, что произошло с больными варлами, говорит он, держать за живот. Сидел немного сам, говорит он. Еда не отравлена, а испорчена. Это не свежая рыба и... Она портится все сильнее. Тьфу, зря я об этом только что подумал. Наверное, вы купили их у торговцев рядом с Ведерфеллом, говорит он. Они смешались с хорошими. Половина наших запасов может быть испорчена. Что ты хочешь сделать? Вот, конечно, проблема надуманная. Там рыбу понюхать, наверное, достаточно. Хотя рыба так воняет всегда. Непонятно, испорченная, нет? Ааа, блин. Выбросить определенно зараженные паки. Хотя определенно зараженные паки попробуем выбросить. Могур хмурится, но соглашается. Зараженную еду сбрасывают вниз под склону холма, где она не будет привлекать внимания. Он возвращается с докладом. Все сделано, но у нас прибавилось больных воинов. Их уже не меньше сорока. Что ты хочешь с ним сделать? Блин, нельзя их отправлять. Давайте пока не выздоровеют. Пусть не участвуют в бою. Ох, беда. Могур уходит повесить людей. Чертовы торговцы, беззалаберные скоты. Вы надеетесь, что этим все и кончится. Блин, что-то не нравится мне этот намек. Неужели этим все не кончится? Подъем к божьему камню убийственно тяжел. Вы припоминаете, что большинство этих камней было построено на холмах, с которых были видны другие божьи камни. Это позволяло путешественникам следовать от камня к камню и так находить дорогу между городами. Вам от этого не легче. Драги, кричит Могур из головной части каравана. Внезапно мимо вашей головы завестили черные камни. Что это, черт возьми, кричите вы? Могур качает головой. Камень врезается в щит ближайшего варла, взрываясь вспышкой света и острыми, как бритва, осколками. Прячься за щиторубами, кричит Могур, когда вы приближаетесь к врагу. О, опять драги, блин, сколько же можно этих драгов? Сколько их там было, ты не успел прочитать, блин. Давайте удержим их, у нас сейчас бойнов не так много. Поднимите щиты. Ладно, давайте тогда караван защищать. Так, а урса, где у нас урса? Урса есть, все нормально. Так, а фасоль, что у нас умеет? Уж у нас дофига щиторубов. Силач, провокатор. Ух ты, провокатор, слушайте, провокатор. Провокатор, давайте посмотрим, что у него там. Провокатор плюется, и осыпает брани врага, вынуждаю его атаковать себя на следующий ход. У него провокатора надо качать при любом. Просто я это знаю. Инфо 100%. Конечно, это вот Могур, счетоносцы уже, в принципе, прокачал, у него 16 силы, 18. Так, ну и сколько у тебя силы? 16, да? Так, а у фасольта, 15. В принципе, можно одного щитыка на другую, одного щитыка щитовика, блин, другого заменить с одной стороны. Можно взять, допустим, вместо этого гребаного Лудина, от него все, все ратулку никакого нет. Хотя от Лудина-то, наверное, есть толк. Вот этот от Эрика нет, может быть. Толк. Ну-ка, сколько? 11, 10, 9 у него, да? А у этого 8, 11. Кого же взять тогда? Лудин по диагонали умеет бить, это хорошо. Фасольта вместо Эрика, может быть, взять. Да, давайте фасольта вместо Эрика возьмем. Конечно, блин, опасно так-то прокачивать этого Лудина. Вдруг он потом все-таки свалит, а мы останемся, блин, ни с чем. Есть такая вероятность. Ну, теперь у нас зато как бы две группы. Вроде как... Ну, ладно, сейчас посмотрим, как это будет. Ладно, пока так оставлю, посмотрю, как это пойдет. В принципе, не так уж и много при втором варианте Войнов. Я думал, будет больше. Так, вот эти новые ребятки у нас, да? Которые кидаются взрывающимися камнями, насколько я помню. Не так уж и много, конечно, но зато они... На счет этих камней меня доставят, конечно, неприятности. Всяко. Так, надо щиторубов наших распределить. Так, вот как-нибудь. Так что ли сделать? Хрен знает. Так, сюда нельзя идти, потому что загоражу дорогу. Есть у меня такая привычка загораживать дорогу своим союзникам, блин. Так, ладно, ты у нас дойдешь до сюда, да? И можешь этого ударить потом. И не кидаются этими камнями, которые взрываются. Это другие какие-то были, да? Эти просто, видимо, прощники. Ну ладно. Не кидаются и слава богу. Ну сюда надо встать. Так, что, посели, да? Уже урон пошел. Нехорошо, нехорошо. Так, ну, это у нас ни до куда не доходит. В принципе, можно ее просто сюда подвинуть. Пусть стоит, ждет. Ну как злоба, только на этом стоящих, да? Можно сделать. Ну ладно. Пока что отдыхаем. Так, ну этого можно подальше вперед. Бояться тут сейчас особо нечего. Блин, Лудин тут ни до кого не доходит опять. Ух ты, ух ты. Слушайте, вот это уже плохо. Это уже вообще плохо. И этот тоже может сейчас зарядить полученца. Да что ты будешь делать? Опять я не предусмотрел это все дело. Ну как тут предусмотришь? Кто скажет, ай, антик, думать надо. Так, думаю, что фигли. Копье боли. Да хрен я его знаю. Надо броню убирать и все убирать надо. Да, точно. Блин, ладно, хоть ее не убило нафиг. Так, кто еще тут у нас? Лучница нафиг сбежит, наверное, отсюда. Десяточка ходит. Десяточка ничего нам, в принципе, не сделает особо сильного. Так, а вот там вот этот ходит, да? Щит. А вот этот ходит. По-любому надо лучницу убирать нафиг. Так, ладно, давай тогда нашу стерочку пробьем его. Нахрен. Никто из них призывать же не умеет. Пусть пока кто-то постоит. Отлично. Ну, отражение нормально. Так, и что мы сейчас делаем? Мы, наверное, сейчас ураган сделаем, да? Сюда подойдем. Если ему позволить, конечно. Так, вот так он будет атаковать, значит, вот этого надо офигачить. Нормально. Украд двух прачников завалил. В какой-то виде все получилось. Так, четверточка ходит, да? Так, вот, я думаю, ровно на три, чтобы вот этот не сходил. Хотя... Там потом побоище начнется. Этому дадут сходить, не дадут, непонятно. Так, ну давайте проверю я. Если я вот его убью, передадут ход сразу этому, или все-таки начнется побоище, и у меня рогатый успеет сходить. Сейчас поглядим. Да, все-таки передали ход ему. Ну ладно, зато проверил. Так, нафиг защиту. Рушим. В принципе, уже не имеет смысла тратить час силу воли. Так, лучница, кстати говоря... Ни хрен знает, что с ним делать. Пусть обратно бежит. Может, еще дополнительно вызвать кого-нибудь тут, чтобы подраться-то. Занимаем дубные позиции. Так, давайте несколько отступающих убьем все-таки. Вы атакуйте всех драгов, которые еще смеют противостоять вам. Так, ну что, тут два всего появилась драга, да? Вот они так уж и много, хорошо. Но вот этот опасен, конечно, своей броней. Так, тут у нас доходит до Лудина. Десяточка у него силы. Потом у нас с топором ходит чувак. Нет, слушайте, он для этого опасен. Это будет щитового атаковать, да, наверное? Так, ну имеет смысл вот сюда только подвинуться чуть-чуть. Да, он этого атакует с топором. Так, у этого остается только броню снимать. Так, лучница. Лучница, лучница опасна сейчас куда-то двигаться. Ой-ка-то отдохни лучше. Буду рисковать. Ммм, слушайте, вот этот, конечно, опасный чел-то. ДП легче, слушай. Братишка. Так, этот опять ходит сейчас. Блин. Там этот ходит, потом я этого отведу нафиг, да? А, слушайте, я его еще не скоро отведу-то, блин. Как неудобно получилось. Ммм. Ну ладно, видимо, я потеряю тут кого-то. Все-таки кого-то потеряю. Так, ладно, давай тогда беги. Со всех ног. Куда только бежать-то, блин. Так. Сюда, что ли, хотя бы. Так, надо бы его пробить побольше, да? Так, стоп, кого я сейчас атакую. Вот это я хочу атаковать побольше, чтобы... А, нет, нет, не трогай его, не трогай, но... Ну ты скотина, а. Блин. Ну ладно, хрен с ним, давай сейчас. Лучница-то я успею убрать, хоть нет. Лучница успеет убежать, да. Сустряю. Не послал раньше. Все, нахрен убегаем. Есть кто-то кому еще повоевать. Ну все, тебе капец. Снимаем броньку по максимуму. Так, надо вот сюда отойти, чтобы он поэтому больше не зарядил. Так, лучница, кстати, может обратно подойти сейчас. Ммм, десяточка. Здесь нет силы. Я думаю, десяточка-то зарядит, так что... Так, что у нас тут копейболи-то? Ну нет, сейчас копейболи ни к чему. Вообще-то копейболи я даже ни разу не использовал. Просто бегает туда-сюда. Все, давай добиваем. Ну вот хоть побольше славы и себе заработал. Что это за чертовщина, спрашиваете вы, глядя на необычных драгов с пращами? Никто не знает. Без предупреждения, безумевший израненный драг выскакивает из кустов и бросается из Йокс на Йокса, запряженного в повозку с золотом. Удивленные варлы выхватывают оружие, но вся повозка уже скатывается с гладкого камня в отвесную пропасть, после чего внезапно останавливается, звучит низкий рык. Огромная металлическая повозка опасно наклинилась на краю обрыва. Под ней болтается недоумевающий Йокс, все еще удерживаемый поводьями. За крышу повозки крепко уцепился драг. Всему этому не дает упасть с обрыва Гуннольф. Одной рукой с побелевшими костяшками сжимая повозку, а другой цепляясь за ствол дерева. Ммм, слушайте, тут опасно. Гуннольф-то у меня может тут как-то улететь, наверное. Может помочь Гуннольфу или приказать отпустить. Давайте прикажем отпустить, пофиг. Мой долг, ворчит он. Он не двигается с места, интересно. Насколько эта ответственность сильнее его воли к жизни, думаете вы? Драг нашел опору и пытается взобраться на повозку, где дерево скрипит под тяжестью. Я все-таки... В прошлый раз, по крайней мере, когда я проходил, я помню, что... Я не помню, что я сделал, то ли ударом сбросил врага, то ли попытался вытащить, но, по-моему, у меня он упал нафиг в пропасть. Поэтому сейчас попробую я ему приказать отпустить эту повозку. С речением, которое звучит так, словно ему в бок воткнули нож, Гуннольф отпускает повозку. Она мгновенно переворачивается в воздухе, следуя чем следует глухой удар и треск. У подножия крутой скалы, сотнями ярдов ниже, повозка взрывается фейерверками золота драгоценностей, а также кишок Йоксы и Драга. Йокс это, короче, типа осла или лошади, или волк, тут какой-то волы. 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 Как их называть правильно? Дорогая ошибка, садит Убин сквозь киснутые зубы. Вы не можете понять, зачем Драг вообще бросился с этим Йоксом, затем вы осознаете главную проблему. Огромное богатство теперь лежит на дне пропасти. Хм, тебе решать, Убин. Порвать спрятит золото и вернуться позже. Оставить несколько варллов, собрать его и вернуть в Стрэнд? Ну, варллов мне дофига, так что можно, давайте оставим несколько варллов и вернуть его в Стрэнд. Тут оно в такой же безопасности, как в Стрэнде, говорит Убин, с отсутствующим выражением лица. Тем не менее, вы думаете, что нужно что-то сделать с огромной кучей золота, лежащей внизу. Вы оставляете десятых верных варллов, чтобы собрать его и вернуть в Стрэнд, а сами продолжаете путь. Ну, не знаю, какой у меня вообще польза от того, что я верну это золото в Стрэнд. Вообще, как это повлияет на мое дальнейшее путешествие, кроме того, что я 15 варллов лишился просто-напросто. Так, ну мы подходим к Божьему Камню. Вот он. Караван устанавливается на короткий отдых под Синью Божьего Камня. Воины рады этому, и от камня вам передается забытое ощущение того, что за вами наблюдают в хорошем смысле. Однако трупам, что лежат под ним, это не помогло. Земля у подножия Божьего Камня изрыта, словно здесь шло сражение. Торговцы, никаких драгов. Вокруг камня Денглера разложено множество товаров. Бочонок медовухий, которому неизвестно сколько лет. Которому неизвестно сколько лет, видимо, это что-то опять с переводом. Которому неизвестно сколько лет. Росыпи серебра, статуэтка, сделанная из мыльного камня, подношение мертвому богу. Поискать надо брата-торговца, наверное. Уж теме провизии дофига, может не трогать. Не знаю, не знаю. Или разграбить. Давайте-ка разграбим. Просто поступим, как гребанные мародеры. Нам это принесет больше пользы, чем умершим, говорите вы. Пока другие собирают все, что может пригодиться, вы осматриваете тела. Вы замечаете какой-то отблеск. На шее одного мертвеца вы находите золотое ожерелье, на котором болтаются пять колец. Похоже, ему не повезло, бармотчики вы. Надо держать слово, короче, взять ожерелье, чтобы вернуть его. Вы бросаете ожерелье мокру и приказываете прибрать его. Если кому и можно доверить, то ему. Не знаю, с чего они взяли, но что божий камень будет безопасным местом, бурчит мокр. Мы здесь все как на ладони, говорит он. Если мы собираемся разбить лагерь, думаю, надо это сделать немного подальше. Хотя, смотрим, божий камень. Дэнглор всегда был любимцем людей, бог в везении. Они считали, что он приносил удачу, богатство и все остальное. В чем они нуждались, но не могли получить самостоятельно. Условы везения, множество смыслов. В конце концов, вы двигаетесь дальше. Так, ну мы, наверное, сейчас отойдем где-то подальше и разобьем лагерь, я так понимаю. Это ведь и не планировали. Двадцать седьмой день путешествия. Уж где мы уже находимся. Давайте карту посмотрим. Осталось, что уже далеко ушли мы, да? Риджхорн. Еще, наверное, одни десять пути, наверное, осталось где-то. Вы видите, как от края далекого леса поднимается дым. Драги обычно не жгут костров, говорит Могр. Но огонь привлекает их внимание. Мы использовали такие костры в Великих Войнах, чтобы заманивать их за всаду. Так, от края далекого леса дым поднимается, да? Да, но со временем они научились распознавать эту уловку, вставляя другой воин. Или, возможно, кто-то пытается привлечь наше внимание, говорит Фасольд. По этой дороге отправили еще один отряд из Шлида. В любом случае, для выяснения потребуется время. Давайте-ка несколько варлов отправим на разведку. Могр, отправь несколько воинов на разведку, говорите вы. Они скрываются за холмом, а вы продолжаете двигаться размеренным ходом, ожидая их возвращения. Они не возвращаются, хотя прошло уже гораздо больше времени, чем было необходимо. Ни хрена себе. Давайте-ка пойдем, приготовимся к бою и пойти самостоятельно, может там все-таки гребаные драги. Вы берете с собой мугрые десятки воинов, вы минуете десятки тел врагов и варлов и видите перед собой поляну. У костра сидят несколько сотен варлов, среди которых посланы вами разведчики. Они затягиваются трубкой. Да, они охренели там. Я их послал на разведку, они сидят курят. Хакон, приветствует он вас. Твои воины так сказали, что ты их не бросишь. Он объясняет, что они пришли и сшли, да попали в окружение и, увидев вас, зажгли костер. Жаль, что вы пропустили бой, выхмыляет Саон, и его воины присоединяются к каравану. Ух ты, круто. Я-то не зря за ними пошел. Мне варлов добавилось. Это нормально. Ваши воины требуют передышки. Вы со вздохом останавливаете караван, но, честно говоря, вы и сами начинаете ощущать утомление от перехода. Могур опирается на упавшее дерево, обкусывая хлебную корку. Холодает, говорит он, глядя вдаль. Вы видите, как из-за гор показался Ришхорн. Стая воронов тянется по ясному небу в сторону форта. Нужно следовать за этими птицами. Хм. В Ришхорн мы все-таки двигаемся за птицами. Вот так планируем, разве нет? Ты в порядке? Почему должен за птицами-то двигаться? Не говоря ни слова, Могур бежит в сторону птицы и падает с обрыва. Ух ты, нихрена себе. Внезапно вы увидите, что он парит в воздухе, бешено размахивая руками. Он планирует к Ришхорну, после чего окутывается языками. Понятно, какой-то бред. После чего окутывается языками пламени и врезается в башню, которая рассыпается как бревно из загоревшего костра. Вы думаете, что сошли с ума и тут вы просыпаетесь. Вы не помните, как разбили лагерь и уснули перед потрескивающими болениями. Что происходит, бормочите вы? У костра к вам подходит Могур. Хакон, ты видел? Начинает он. Да. Вы договаривались держать это в тайне. Походу, они один и тот же сон видели, да? Так, ну что, лагеря мы разбили. Надо посмотреть, что у нас там с героями. Кто-нибудь у меня повышение получил? Да, в принципе, Могур получил повышение. Кто еще? Хакон тоже. Урса нет. Фасоль нет. Гунальф, да. Блин, Луги надгреброй. Так, ладно, давайте Могур повысим. Десять славы. Так, навык у меня, в принципе, уже. Зуб за зуб, пассивка, блин. Теряю это, но и собрали не за каждым на 7 удар. Да. Так, что ему прокачать там? Что я хотел? Напряжение ему прокачать, да? Ну, наверное, силу прокачивать. Это он слабоват. Слабоват. Так, для Хакона, чтобы повысить, надо сколько славы? 15 славы, нифига себе. Так, курс у нас не повысилось. Гунальф повысился. Тоже уровень 3. Они, в принципе, оба уровня 3-го. Хакона и Гунальф, то у нас полезнее-то. Гунальф у нас имеет 12, 11 защиты. У Гунальфа, то есть 8 защита, а у Хакона 11 защита, да? Давайте вот это повысим им просто. Лощиту прокачаем тогда и напряжение тоже. Нормально. Все, у меня 9 славов осталось. Ни на что мне больше не хватит. Так, агресс, кстати, у нас не провокатор, нет? И вот что за обилка-то? Таран. Ну, понятно. Таран, таран. Так. Ну и что? Хорошее настроение у нас. Можно еще немного отдохнуть и отправиться в путь. Все, отличное настроение. Пошли. Скоро уже, наверное, Риджхорн, да не он виднеется там случайно. Вдалеке. Я уверен, что ты их уже заметил, говорит Могр. За нами следят. Траги идут за нами по пятам с тех самых пор, как мы ушли от божьего камня. Их целая орда. Я уверен, что их впереди много, но мы всего лишь за полдня пути от густого леса. Там мы сможем оторваться от них. Так-так-так, интересно. Мы оторвемся от них, наверное. Давайте-ка оторвемся от них, наверное. Варл мне нравится густой лесной драги, ненавидит его еще больше. Большинство останавливается на крови леса, а тех, кто продолжает преследование, удается убить безысового труда. Они начинают обходить лес вдоль его границы, и вы надеетесь, что вы сможете опередить их, выйдя с другой стороны. Сбежал я битвы, не знаю зачем, просто избежал. Хотя можно было заработать славу, в принципе, мне так славы уже мало. Забравшись в самый углубь леса, вы вдруг понимаете, что драги частично или полностью окружили вас. Их очень много. Их темные силуэты создают тревожные узоры, мелькающие со всех сторон между деревьями. Вы вызываете мугро. Так-то надо приготовиться к бою, наверное, да и побить их. Подготовив воинов, вы выбегаете из леса, оглашая воздух боевыми кличами и потрясая щитами и топорами. Возможно, драги и знали, что вы идете, но вам все равно удается застать их врасплох. Разрубив одного драга почти надвое, вы выкрикиваете приказ и бросаетесь в атаку. Их 831, у нас примерно столько же. 837, то есть, да? Так, ну давайте боевое построение, наверное. У нас все-таки нормальное количество. У нас солдат много. Так, ну, той же компанией поиграем. Поиграем. Так, отлично. Вот того, кто вызывает подкрепление, наверное, надо в первую очередь завалить, чтобы он уже не путался под ногами. В принципе, они встали-то неплохо достаточно, да? Так, бронки снял. Блин, у меня все с нормальным таким напряжением, с кучей силы и воли, так что я добегаю. Да хорошо, а так кто ходит следующий? Это большой, да, блин, слушайте, он меня вдарит в спину. Лучница ходит. Вот, она, в принципе, добьет вот этого. А вот это уже не сходит, наверное. Ну, не так уж сильно ударил. Так, сколько у тебя силы вообще? У тебя 6 силы. Блин, слушайте, какая слабая лучница. Надо бы ей наверно силы прокачать. Так, если он на 4 клетки ходит, то может она встать сюда. Туда она не дострелит. Сюда и вставать нельзя. Блин, засада. Да уж. Так, ну ладно, тогда. Что тут доделать? Тлей и гори, наверное, вот сюда. Так, все, пошел призывать своих ребят. Так, ну здесь я, конечно, немного неосмотрительно сделал, но ладно. Да, немного я неосмотрительно повесил сюда, поставил эти угли. Ну ладно, пусть они подходят первыми тогда. А то этот сможет у меня ураган сделать. Это хорошо. Так, вот так вот будет идти меч по часовой стрелке сейчас. Так что я зафигачу ураган вот с этой стороны. Так, Лудин. Тебе всегда, конечно, подставлять опасно. Вот это хоть девяточка. В принципе, ладно, рискнем. Все, наконец-то он не сможет призвать свое гребанное подкрепление. Отдыхаем. Так, так, так. Кто-то у нас напрашивается на выстрел, похоже, да? Блин, тут 80%. Ну ладно, хотя бы броньку сниму. Так, кто у нас следующий ходит? У тебя 10 силы, значит, ведь сколько надо? Чтоб было 7 броньки у него. В принципе, можно тогда без этого просто так стрелять. Оп, нормально. Опа. Ничего не к этому себе встали, а? Надо провокатора уже включать. Девяточка, да? Если надо... Наверное, не надо его сейчас убивать, а то этот большой опять до меня дойдет. До этого. Так что война на 4 пробьем. Пусть пока живет. Вот. А Луги нам теперь, собственно, и убиваем его, чтобы была уже бойня началась. Окей. Блин, все-таки доходит до этого. Что такое? Что такое? Блин, все-таки надо броню снимать. Так, ну мы его заблокировали, он, в принципе, никуда не пойдет. Это хорошо на самом деле. Так, сколько у него? 4 дам. Убьем мы его. Десяточка. Десяточка. 4 силы. 4 силы вообще не пробьет. Блин, ну придется вот тогда хотя бы 5 снять, что ли, надо. Так, добавку-то бомбрать. Давайте несколько отступающих возьмем. Так. Снимаем броньку. А, у меня же это есть штука. Давайте-ка мы максимум броньки снимем. Я забыл пророк. Совершенно забыл пророк. Так. Лучница. Хотелось бы ее, конечно, терять, так что ее поосторожнее как-нибудь так вот буду подводить. Он придурок, он взял своего броню, все снял. А у меня вот чуть-чуть. Тут тупит, конечно, искусственный интеллект тоже. Искусственный интеллект нигде не совершенен. Блин, сюда подходить плохо. Загружу опять дорогу варлу своему со щитом. Так, а вон будет бить-то. А, елки-палки, я же забыл, что у него хп-то мало. Что ты, блин, что за бред? Что я творю? Я же знал, что у него хп-то мало. Бронюку снимай давай. Да, так. Ну, самое время. Копи-боли. Вряд ли он будет бить этого. Что, может, ты убьешь его уже? Ну, сейчас все правильно сделал. Четыре брони снял. Так, ну ладно, начал ученицей, можно подойти. Снимаем броньку по максимуму. Да это, короче, у меня с двуручным мечом вечно дохнет. Я уже не знаю, что с ним делать. Конечно, бывает, по моей глупости дохнет, но бывает, что и ситуации такие. Как бы другого выхода особо и нет. Сколько я славы-то хоть заработал? Ну, 12, нормально. Так, было 8 или 9. 32-й день пути заканчивается. Красивая все-таки графика, когда молния бьет там. Так, что очередной холм? Все, в принципе, да? Дошли мы до города-то? Или еще нет? Видимо, дошли до города. Вот так вот. Да, конечно, бывают вот такие затупы, когда просто сидишь и смотришь, что они идут, куда идут, давайте уже дойдите наконец до города и там диалог какой-то, не диалог, я не знаю, хоть какое-то действо. Я думаю, это слишком затянутые моменты, недостаточно тут часто бывают. Наконец-то дошли. Могр, что же это такое? Похоже, тут произошло массивное сражение, причем совсем недавно. Но остались тела только драгов. Может быть, мы увидим что-нибудь с башней? Прикажи ворвам выпускать здание, чтобы драги не преподнесли нам сюрприз. Сделаю. Не разбивайте лагеря и не разводите костры. Мы только взглянем и уберемся отсюда, если что-то пойдет не так. Ты имеешь в виду, если что-то пойдет еще хуже? Логин иронизирует. Ну ладно, дошли мы, по крайней мере, до города. Видимо, тут нам что-то надо будет поискать. Может, мы обнаружили только трупы драгов. Куча трупов драгов, вот они везде разбросаны тут. Ну что ж, я пока что на этом приостановлюсь. Спасибо большое за то, что следите за прохождением. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. С вами был Антик. Всем пока.